В этом видео необычные текстильные температурные проекты. Вязаные крючком и на спицах шарфы, лоскутные покрывала, бисероплетение, ткачество, валяние. Здравствуйте, мои дорогие! С вами опять Наталья Луната. И сегодня я хочу вам рассказать об очень интересном проекте. Это так называемый температурный шарф. Вот на мне сейчас такой шарф, он с одной стороны с такими переходами, красно-желтый, а тут он более синий-голубой. Это не радуга, это по сути календарь погоды, зафиксированный в одном изделии. Такие вещи делают и вязаные, и пейчворком. Вот ткан их никто не делал, но я хочу сделать такой вот обзор по этим проектам и предложить вам одну очень интересную штуку. Может быть, это даже станет своего рода флешмобом. Хочу проанализировать, да, всякие разные такие вот температурные проекты. Что, где, какие есть особенности, какие есть сложности, какие могут возникать подводные камни. Ну и, соответственно, как бы свои наработки какие-то показать и рассказать о том, что у меня в планах, как я хочу дальше эту тему развить. Ну, я думаю, что это многим очень понравится, потому что в Европе, в Америке эта тема, ну, вот, раскачана уже достаточно хорошо, популярна. Я думаю, что нашим российским мастерицам это тоже очень даже может пригодиться и понравится, потому что такой шарф может и подарком великолепным стать, или вот, вот, наконец-то, ну, не всегда же мне быть сапожником без сапог, да, я решила что-то сделать для себя и 20-й год, чтобы воспоминания о днём оставались не только тяжёлыми какими-то, да, такими вот мрачными из-за карантина. Вот, хорошее, да, я сделала 20-й год в цветах погоды, в том месте, где я живу, в небольшом городке Миссисага в Антарио. И получилась вот такая очень уютная, очень красивая вещь. Я с удовольствием этот шарф-палантин ношу и на улицу, и дома иногда на плечи накидываю, и, наконец, чем-то себя порадовало. Ну, чтобы мой рассказ о температурных проектах был не просто говорящими руками, да, в кадре, я буду добавлять картиночки, да, разные, и рассказывать об этих проектах. Ну, вообще, тема температурных шарфов, она, и не только шарфов, пледов, квилтов разнообразных, она, в общем-то, раскачана достаточно давно. Первыми, конечно, её начинали любители лоскутного шитья, мастерицы в Штатах, собирая разные кусочки тканей. Но я натолкнулась на эту тему, в принципе, ну, не так уж и давно, в конце прошлого года, когда, в общем-то, в рукодельном, да, интернет-пространстве появилось очень много фотографий, репостили, репостили эти публикации с красивым температурным шарфом, в разных ракурсах он был, и писали, надо же, как-то удивительно, я полезла гуглить, полезла разыскивать, разглядывать это, и натолкнулась на то, что, ну, в общем, возможности, да, они почти безграничны у такого рода проектов. Причём, ну, вязаных, конечно, проектов, их гораздо больше, даже чем вот лоскутных, причём вязаных в разных техниках, и все они имеют одну общую тему, то есть эти шарфы, они отображают календарь погоды. В вязаных проектах, да, давайте начнём, наверное, с них, потом я расскажу о квилтинге, потом расскажу про свои тканые проекты, немного провойлочные, ну, и там, всё, что в бисероплетении, эта тема тоже немножечко развивается. Итак, вязаные проекты, да, можно вязать и спицами, и крючком. На сегодняшний день, ну, вот, интернет-пространство, оно пестрит вот фотографиями таких работ, я буду показывать то, что нагуглила, насобирала, разные картинки, когда будут мои личные картинки, я об этом скажу отдельно. А пока хочу вот просто о направлении составить такую вот, составить ваше представление. Вязаные такие шарфы, покрывала, пледы, они все делаются по одному принципу. В основном, да, это в течение года или в течение какого-то сезона ведётся календарь погоды и делается вот по два или четыре льдочка для того, чтобы отобразить именно температуру. Продаются наборы, существуют всякие топ-тен-чарты, да, вот как бы там 10 лучших покрывал, или афганов, или 10 лучших шарфов в этой технике. Вязать можно совершенно по-разному. Можно вязать просто полосочками или дочками. Можно делать зигзагами типа миссони. Можно совершенно запросто делать проекты какие-то вот квадратами или, допустим, сделать в интерлоке, да, тоже переходящими ромбиками там или треугольничками какими-то. Ну, в зависимости от того, какое вязание вам больше нравится, что вам по душе, что вам интереснее. Мне в этом отношении нравятся проекты миссони, потому что зигзаги в данном случае, они дают очень хорошие, очень большие возможности. Начну с вязанного проекта, который я сама себе вот придумала, да, в этом году. Вот, начиная с января, вот до середины февраля у меня уже провязана погода в Торонто, да, я стала вести дневничок погоды и вязать такой шарф. Скорее всего, ну, учитывая, что это вот, да, уже там 40 сантиметров, это всего полтора месяца, я сделаю полгода, да, я не буду делать на целый год, на 365 дней такой шарф, потому что он будет слишком длинный, куда его и как применить, ну, я, честно говоря, не знаю. Я взяла самый простой, самый элементарный вот такой вот ажурчик, который даёт при полосочках такой вот зигзаг, да, и, ну, вот, как бы типичный такой вот зигзаг миссони, да, как принято в трикотаже. Как я приступала к этому проекту? Я взяла пряжу, пряжу шипис, ну, поскольку такой шарфик мне хотелось сделать мягенький, это пряжа хлопковая, но она с добавлением акрила в данном случае, что даёт такую некоторую пушистость и, ну, как бы мягкость такую дополнительную, то есть тактильная эта пряжа, она очень-очень приятная, вот, её у нас продают в Канаде во многих магазинах, я, ну, вообще не любитель акрила, но поскольку это такой вот декоративный шарфик, вот этот он у меня будет такой цветовой гамме, близкой к хиппи-стилю, да, какому-то, ну, в общем, хиппи-боха, и я ещё покажу варианты. Я для себя сделала вот такую вот раскладочку, да, температурную по цветам. Вот, соответственно, вот они идут, вот сейчас, да, вот эти вот полосочки, это от плюс одного до плюс десяти, у нас январь оказался в этом году достаточно тёплый, февраль, вот он уже начался более холодный, то есть минус шесть, минус десять, я сразу белым цветом, да, обозначила снегопад, я решила в этот шарф, помимо температуры, добавить ещё осадки, то есть снег и дождь. Снег будет беленький, дождь будет селенький. Но, вот интерес этих проектов в том, что, ну, мало того, что каждый подберёт свою палитру, но с этой палитрой можно очень-очень играть своеобразно. Допустим, вы возьмёте цвета, да, под погоду в другой гамме, да, то есть можно темнее, можно светлее, можно контрастнее, можно ярче как-то там, или более мягкие сочетания. Ну, то есть вот тут вот достаточно традиционные цвета, да, то есть то, что холодное, это бельзовый, синий, такой вот фиолетовый переходит, а можно сделать вот так, да, то есть взять, допустим, вот эту же гамму, заменить на вот такую нежную пастельную. И я вам тоже сразу покажу, что у меня получается. Посмотрите, да, то есть тема та же самая, абсолютно тот же самый календарь погоды, но просто у меня взята вот такая вот цветовая гамма, и поскольку переходы вот эти вот желто-розовые, да, они недостаточно контрастные, очень нежные цвета, я еще добавила, допустим, на пасмурную погоду серые полоски, вот темно-серые, да. Кстати, очень интересно, нам часто кажется, что не хватает солнца у нас, хотя, в общем, Торонто достаточно солнечный город, и когда вяжешь, да, сразу становится ясно, что пасмурные дни, они только для того, чтобы оттенять солнечные, и это улучшает настроение. Но это вот тоже такое вот, наверное, как бы по цветам, это ближе к шебешику, то есть они такие сглаженные, мягкие пастельные оттенки. Схема та же самая, календарь погоды тот же самый, то есть вот я сейчас с января начала вязать два вот таких шарфа, ну вот, наверное, действительно, я их сделаю до июля на полгода, длина шарфов будет где-то там по два метра, то есть именно не палантины, не шали, а именно вот такие вот вязаные шарфы. Вот отдельно хочу сказать о пряже Шипис, да, Шипис Stonewashed, знаете, погоды часто делают детали, так бы, может быть, я не купила эту пряжу, но как бы на сентиментальные моменты мне тоже не чужды, как всем женщинам, наверное. Знаете, на что купилась? Вот на этот хвостик из серединки. Изи старт. Да, ну мало того, что пряжа сама замечательная по цветам и очень мягкая. Кстати, в ней акрила всего 22%, то есть как бы он... Я посмотрела по образцу, он прям совсем не закатывается, да, только смягчает, то есть это не страшно. Вот, но вот это вот, да, все знаем, как из моточков выдернуть вот этот хвостик найти, чтобы ничего лишнее не размоталось, а тут вот видите, изи старт. Ну вот такая вот мелочь, обо мне позаботились, да, и поэтому я купила эту пряжу, она не очень дорогая, но, в общем, вот из нее делаю два проекта. Это то, что касается вот моих вот этих вязаных шарфов. Ну смотрите, что можно делать. Можно каждую неделю, допустим, отделять контрастной линией, да, сделать разметку. Можно каждый месяц контрастной разметкой отделять. Ну, соответственно, вот с цветовой гаммой играть, то есть, ну это всегда, вам нужен календарь погоды и нужна вот такая вот своя цветовая раскладочка. Вот сейчас я полистаю вам, покажу картинки, да, какие разные вот наборы продают для такого вязания. Можете вы составить, если у вас есть, допустим, магазинчик ваших рукодельных работ, вы можете себе, да, на шарф купить материалы, а заодно составить несколько наборчиков и их тоже там продать. Наверняка найдутся те, кому проще будет купить готовый набор, чем подбирать заново. Что хочу сказать, для вязаных проектов, ну, наверное, просто вот такой вот проект собрать, как вот лоскутное покрывало, да, из маленьких обрезков, не получится, потому что, ну, как бы, хотя бы по моточку пряжи, да, хотя бы, ну, метров по 200-250, в зависимости, да, от толщины, надо этой пряжи иметь, да, вот шипис, допустим, тут пряжа такая она, сейчас скажу, сколько она, 130 метров в 50 граммах, да, я взяла по моточку каждого цвета из раскладки, и я вот понимаю, что я вяжу проект за полгода, если бы мне надо было на год, то надо было бы по полтора где-то моточка, да, то есть вот если 100-граммовые мотки, можно купить их вот по мотку, это нормально, 50-граммовые, да, наверное, их надо по два, но останется на какие-то еще дополнительные проекты, ну, или плюс, допустим, к такому шарфу можно же сделать и билет, да, вот такой же, идейно такой же, или подойдет любая шапочка, любой билет, любого из этих цветов, то есть будет смотреться абсолютно гармонично, а можно из остатков вот так же сборные сделать какие-то перчатки или рукавички или митинги, ну, в общем, есть куда направить, да, свой творческий взгляд, пофантазировать и сделать что-то такое вот необычное и неординарное, но вот схемы, кстати, вот то, что я говорила, схемы Missoni в интернете очень много в свободном доступе, они есть более сложные, они есть более простые, более популярные, ну, вот я прямо вот так вот полистаю картинку, если вы зайдете на Razor, допустим, там платные схемы есть, очень интересных вот таких вот ажурных проектов, типа Missoni со всякими разными смещениями, можно пофантазировать, я не ставила себе такой цели вот именно в вязаных проектах, потому что, ну, для меня это вот такой вот с одной стороны эксперимент, с другой стороны это челлендж такой, да, чтобы каждый день, да, отмечать погоду и, соответственно, ну, вот провязать. Ну, скажу вам честно, мне каждый день вязать в подвале дочка, ну, вот неинтересно, это не в моем характере, да, доставать, у меня много всяких других проектов, и доставать вот это вязание из проектной сумки, каждый день, потом убирать, нет, мне проще за неделю, да, дневничок отметить, вот, допустим, там, в воскресенье вечерком сесть и связать по 14 рядов один шарф и другой шарф, да, вот, не успею где-то, ну, через две недели сяду и свяжу по 28 рядов, это не проблема догнать, да, то есть самое главное вести вот этот вот дневничок наблюдений. Вот про дневничок наблюдений, да, ну, в детстве, да, вот, ну, мне 50 лет скоро исполнится, и я думаю, что и те, кто постарше, и те, кто помоложе в школе, уроки природоведения, естествознания, вот эти дневники наблюдений за погодой мы вели, да, и сейчас их детки ведут. Замечательно можно таким образом ваших детей, у кого сейчас дети в школе учатся в начальной, подключить к этому творческому проекту, то есть, чтобы они заполняли этот дневник погоды с тем, чтобы еще помочь, там, маме или бабушке реализовать вот такой вот проект. Ну, на самом деле, а если нет детей, а если вы сами забыли, да, погоду отметить в этом дневнике, ну, на помощь в этом отношении придет интернет, есть сайты погоды, где всегда можно посмотреть архив погоды за какое-то число, практически за весь 21 век, эту информацию можно найти и на англоязычных ресурсах, и на русскоязычных ресурсах, причем конкретно по региону, по населенному пункту, вот на сегодняшний день в этом плане нету никаких проблем с информацией. И как раз именно это навело меня на то, что я могла бы сделать такой шарф не вязаный, а сделать такой шарф тканый. И вот о нем я сейчас расскажу вам поподробнее. Вот он, мой замечательный тканый температурный шарф, который отображает погоду тоже, кстати, за полгода, ну, побольше, да, за 9 месяцев 2020 года. Как-то мне очень захотелось, чтобы воспоминания о 2020 годе, который, в общем, ну, для всех из нас оказался непростым из-за пандемии, из-за того, что все сидели в карантине, и много таких событий происходило, все это очень давило на нервы, я решила, что все-таки должно, должны остаться какие-то теплые чувства, теплые воспоминания. И, зная, что можно сделать такой температурный проект, я решила вот красивые яркие краски собрать в один шарф. я перерыла весь интернет, да, перекопала, искала и там, и сям, тканых проектов вот таких я не нашла. Очень удивилась сначала, а потом подумала, ну, действительно, зарядить станок так, чтобы каждый день прокладывать по два рядочка пряжи, да, ниточками, это весьма проблематично, да, то есть, станок нужен для новых проектов, и, ну, кто может себе позволить вот так вот на год его одним проектом занять. Собственно, каждый день же ты не будешь это на основал, да, нити, основу зарядил, и ты же не можешь это снимать каждый день. То есть, проект зарядил, и надо его соткать полностью, надо его сделать. Поэтому я решила, почему вот как бы 21 год я решила таким образом не делать сразу. Но, найдя в интернете дневник погоды, да, найти, кстати, очень легко можно, вот, допустим, на российском сайте gizmetia.ru, и там я запросто, вот смотрите, кстати, картинка, да, как найти там, где найти дневник погоды. Я его нашла, и там по месяцам погода вся за 20-й год. Я взяла и распечатала себе этот дневник, но, по сути дела, кстати, можно делать дневник ночной, дневной погоды, как я делала, можно сделать дневник ночной, вечерней погоды. Вот, по сути дела, вот мне нужна была температура и осадки. Я распечатала, составила себе палитру, вообще совершенно здорово выглядели, конечно, подготовленные к работе челноки. это, вот посмотрите, какая красота, да, то есть, это такое соцветие, прямо букет, да, ярких цветов. Вот, с одной стороны, да, мне хотелось сделать вещь с яркими цветами, да, чтобы она была такая вот необычная, оригинальная. С другой стороны, я же понимала, что этот шарф я делаю для себя, поэтому я взяла на основу черную пряжу, да, то есть, вот, как бы черная, она как бы создает и кайму, и бахрома у меня черная, и черные нити основы, они немножечко так вот сглаживают цвета, да, то есть, помягче получается сочетание, то есть, меня это устраивает очень-очень, и плюс, то, что касается осадков, да, я взяла пряжу свою, самопряденную такую фактурную, и белую взяла на снег, а белосерую такую вот, ну, чтобы обозначить дождь, да, то есть, вот у меня полотно, вот оно получилось такое, да, вот с такими переходами, кстати, очень хорошо видно, да, где какая была температура, плюс черными линиями я разделила, ну, чтобы вписать это, да, в общую композицию, черными я разделила один месяц от другого месяца, то есть, вот у меня получились вот такие вот фрагменты, да, вот тут вот черненькая линия, соответственно, вот тут вот, таким образом я поиграла, пряжа у меня здесь частью самопряденная, немножечко брикс литл, ну, то есть, это такая, ну, не сверх нежная пряжа, да, такая она грубенькая, немножечко я взяла данигалтвида, вот так вот, зеленый цвет, да, у меня был данигалтвит, который вот мне очень-очень хорошо подходил как раз сюда в общую палитру, то есть, вот такое вот замечательное сочетание, а, вот оранжевый, кстати, у меня была альпака, подходящая по цвету, по толщине, то есть, ну, в общем, вот все, все в этом проекте как-то так очень удачно сошлось, ношу сейчас зимой этот шарф с огромным удовольствием, и дома на плечи накинуть, ну, такая вот рабочая ходовая вещь получилась, и на улицу, причем с шапками разных цветов, с билетами, отлично, причем хорошо подходит и к классическому пальто темному, и с пуховиком тоже замечательно, то есть, вот и в первом мере, в добрые люди, что называется, где тут еще можно с чем пофантазировать, да, ну, мало того, что каждый, да, себе подберет свою пряжу и сможет сделать такой проект, да, исходя из своего любимого места, да, где живет или куда хотелось бы поехать, или какие-то там приятные воспоминания, да, вот там год или сезон где-то проведенный хорошо, на основу можно взять пряжу, белую, будет светлее, вещь, более такая вот яркая, можно взять голубую, потому что это оттенок неба, допустим, вот места, где солнечная погода какая-то такая, вот, можно взять серенькую для того, чтобы проект сделать, ну, тоже таким, более сдержанным, вот, то есть, вот с этим, пожалуйста, причем можно взять пряжу разной фактурности, да, то есть, тоже можно, можно совершенно запросто с этим поиграть, когда будете составлять из пряжи свою палитру, в принципе, можно разбивку там делать не по 10 градусов, а по 5 градусов, да, то есть, тогда у вас больше будет цветов, тогда можно в такой проект собрать, ну, вот, небольшие остаточки пряжи, да, которые там будут, допустим, даже по 20-30 грамм, то есть, вот, вот тут можно говорить об утилизации небольших клубочков, вот это то, что касается ткачества, и я вот эту тему совершенно точно буду развивать, потому что мне она близка, из сотканного полотна такого совершенно запросто можно что-то сшить, причем, ну, в зависимости от того, из какой пряжи, да, вы будете ткать это полотно, можно сшить и одежду, можно какую-то сумку или разные сумки и много сумок, если вам эта тема близка и своим рукодельным творчеством вы зарабатываете на жизнь, допустим, то есть, можно делать, а можно сделать из такого полотна какие-то интерьерные объекты, подушки, допустим, замечательные или, допустим, накидки на кресло, можно вообще, ну, если несколько лет, за несколько лет такие проекты сделать, можно совершенно вот такой вот сделать проект, там, я не знаю, который будет вам добавлять добрых чувств и хорошего настроения, кстати, вот с этой темой интерьерной я бы даже связала вот проекты, которые вяжут крючком, вот сейчас вам покажу картиночки, да, дополнительно, в плане вязания крючком, вот крючком, когда разбивку, допустим, сделать по температуре, там, по 5 градусов, можно навязать много бабушкиных квадратов, допустим, да, вот в году у нас 52 недели, можно связать 52 квадрата, да, где будет вот залочено, да, включена погода за неделю, потом их между собой собрать, или можно связать 365 маленьких квадратиков, каждый своего локального цвета, и тоже их между собой объединить, можно сделать кружочки, цветочки, соответственно, треугольнички, то есть, вот опять-таки, крючком, все что угодно, но именно вот вязание крючком, оно в данном случае тоже даст возможность объединить, вот собрать действительно в работу вот все-все-все разные остаточки шерсти, которая у вас оказалась вот в остатках после разных больших глобальных проектах. И вот эта же тема утилизации остатков, она, конечно, очень-очень актуальна для лоскутного шитья. Ну, вообще, вот эта тема температурная, она в квилтинге появилась раньше всего, раньше, чем в вязании, раньше, чем в бисероплетении, и поэтому у мастеров лоскутного шитья очень много на эту тему есть наработок. Опять-таки, да, помогает нам Google, и вот можно посмотреть, какие замечательные проекты. Не обязательно ограничиваться какими-то квадратиками, не обязательно ограничиваться какими-то самыми простыми геометрическими фигурами, можно составлять необычные композиции, можно добавлять какую-то контрастную отделку, окантовку, но это все зависит от вашего мастерства, умения, от того, какие навыки уже наработаны, или какие навыки вы хотите в себе развить. Но самое главное, что тут можно бесконечно фантазировать, продаются наборы, кстати, для температурного квилтинга, где сразу подобраны разные цвета, или вы можете подобрать разные цвета. опять-таки, вариации с добавлением осадков, или пасмурно-солнечно, вот это все можно туда включить. Главное для себя это дело систематизировать. Я советую действительно в интернете побольше на эту тему погуглить, и я уверена, вы найдете для себя тот вариант, который вам окажется ближе и интереснее, а когда его станете реализовывать такой проект, все равно в любом случае вы добавите что-то творческое свое. Ну, вот, как бы о квилтинге, да, тоже в нескольких словах я сказала, я одно время квилтингом тоже увлекалась и делала лоскутный проект, но сейчас как бы у меня до этого руки не доходят, как говорится, времени на это не хватает, и температурный проект такой, я не буду делать сама, но то, что я посмотрела, мне нравится очень, то есть, вот, такую вещь, не умея я вязать, ткать и валять вывод, я бы обязательно сделала. Есть замечательные температурные проекты в бисероплетении, их немного, потому что, ну, в общем, наверное, тоже дело хлопотное, но в бисероплетении я считаю, что эта тема была бы очень перспективной, потому что, опять-таки, можно от разных больших проектов у вас бусинки, бисер остались, или, допустим, кто что-то делает из полимерной глины, да, можно специально взять, вот как бы подобрать цвета полимерки, вот такого, кстати, я не видела, прислушайтесь к совету, те, кто этим делом занимается, занимается, можно эту тему начать прорабатывать, прокачать, потому что этого нету, а всегда же хочется быть оригинальным, да, вот, пожалуйста, вам готовая идея, и можно что-то такое вот поделать. Чуть не забыла рассказать про температурные проекты вышивки, совершенно замечательные, очень красивые вышитые проекты делают, причем эта вышивка и на разных интерьерных штучках, на салфетках, скатертях, разнообразных дорожках, просто вышитые фаппанно и вышитые элементы на одежде, этого немного, это набирает популярность, но вышивка ручная, это работа кропотливая, поэтому, ну, конечно, таких проектов действительно поискать, ну, а раз этого немного, но набирает интерес, значит, хорошая перспектива этим делом заняться, так что тоже вот тем, кто хорошо вышивает, идейка, поработать на перспективу и сделать что-то такое свое красивое, новенькое. Ну, и, конечно, температурных проектов совершенно нету в войлоке, я, как человек, который войлоком увлекается давно серьезно, собственно, это моя работа, да, как бы, и я учу валять в войлок других людей, я решила эту тему проработать посерьезнее, и, наверное, даже сделаю, у меня есть несколько хороших идей, я запишу на эту тему небольшие видео, отдельные, вот, обязательно вам про это расскажу. ну, собственно, вот то, что я хотела рассказать про температурные проекты, и в самом начале я говорила, что у меня есть идея, да, во-первых, можно было бы сделать флешмоб, и вот в течение этого года, допустим, пока мы делаем, те, кто начнут, да, вязать такие шарфы, я думаю, что это актуальнее всего для тех, конечно, кто вяжет такой флешмоб, но все остальные тоже могут присоединиться, и сделать, допустим, хэштег шарф погода, да, таким образом мы будем узнавать друг друга, кто присоединился, и смотреть, у кого что получается, и, в принципе, да, если кто-то свяжет шарф, там, вот, в конце года, да, поближе к новому году, можно будет затеять даже что-нибудь такое интересное, вроде Тайного Санты, да, кто захочет в этом поучаствовать, мы отправим друг к другу такие вот вязаные температурные шарфы, каждый, как бы, из своего города, ну, место, где живет, да, и будет интересно, да, то есть, вообще, мне очень нравятся вот эти проекты типа Тайной Санта, единственное, что, отследить это, организовать достаточно хлопотно, ну, я, наверное, найду себе помощников в этом деле, так что, вот, подумайте, можно затеяться, вот я один из двух шарфов, которые вяжу, именно вяжу, готова в такой проект предоставить, ну, и во флешмобе я обязательно буду участвовать, мало того, ну, как бы, теперь я решила снимать процессные видео, значит, то, что я в этой теме делаю, я буду обязательно тоже показывать. вот такая вот история про температурные проекты, я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вам мой рассказ понравился, и какие-то новые идеи, да, у вас появятся, это вдохновит вас на новые рукодельные проекты, для того, чтобы это делать с душой, с настроением, обязательно с хорошим настроением, я желаю вам всего доброго, всего хорошего, как можно больше свободного времени на наши любимые занятия, ну, и, конечно, если вам нравится, ставьте лайки, ну, не нравятся, конечно, дизлайки, я их учитывать буду обязательно, задавайте вопросы, буду стараться оперативно на эти вопросы отвечать, подписывайтесь на канал, чтобы не терять интересные, важные новые видео, и смотрите то, что уже на канале выложено. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok